привет друзья вслед за предыдущим видео я подумал нужно все-таки дополнить на тему почему нужно заботиться о чувствах людей которые находятся с тобой в одном помещении мне периодически задают этот вопрос когда я настаиваю что ну смотрите раньше говорили про вежливость совсем еще гораздо раньше в специальных но у девушек это были институты благородных девиц у мужчин тоже во всяких университетах тоже учили этикету и вот эта вежливость такт это было обязательное умение воспитанных образованных людей а сейчас хипстером рассказывают про всякие soft skill и на работе и это то же самое это та же самая вежливость этикет абсолютно то же самое правила поведения как себя вести чтобы было нормально и да люди задают мне вопрос а почему все таки ну вот есть какие-то противные люди с которыми мне приходится работать почему я должен заботиться об их чувствах и что-то такое играет эго какое-то почему они такие ужасные почему я должен под них прогибаться ответ внезапный друзья потому что вам это выгодно потому что вот именно вам для вашего развития это выгодно потому что это супер супер классно когда вас любят и очень очень не классно когда вас ненавидят была у меня тут одна воспитательная беседа на днях в голосовом сообществе и я объяснял про женщин падшего склада что они очень одинокие и если находят человека который с ними будет нормально охотно на стабильной основе вежливо общаться и ничем не обременять они с удовольствием его пытаются использовать как жилетку я это знаю потому что меня пытались использовать неоднократно потому что я как психолог привык людей выслушивать привык вникать эмпатировать как-то сочувствовать да сопереживать и когда с девочками разного склада знакомился по некоторым было видно что они внешнего так понты понты а внутри очень одиноки потому что они из-за своих понтов никого к себе не подпускают и в итоге у них ни подруг настоящих нет ни одна помню плакалась что и сестра ей чужая хотя они выросли вместе и разница в возрасте минимальная но сестра ей чужая и сестра счастливее при том что некрасивая она очень красивая но злая никому не нужная и вот эти люди они тревожно себя чувствуют вот эти одинокие девочки вроде бы их все хотят а им тревожно потому что пока они спят никто не заботится о них чтобы у них жизнь благополучно сложилась все хотят только использовать их а совсем другое дело когда тебя именно любят когда тебя ценят когда все желают тебе добра дарят подарки все стараются как-то тебе помочь не знаю там в частном доме живет хороший человек и вот у него крыльцо как-то там пострадало от чего-нибудь он его пытается починить а все его уважают и кто-то идет мимо давай немножко помогу поболтали да давай я здесь подержу там здесь позабиваю там здесь отпилю здесь еще что-нибудь помог человек еще один помог еще один помог и жить легко когда тебя любят тебе помогают это я какой-то абстрактный пример привел такой из непонятно из какой местности из какой ситуации но вы находитесь на работе и если вы коллегам нравитесь они вас любят и начальнику нормально с вами и девушкам в конце концов приятно с вами находиться а если вы девушка да то мужчинам приятно рядом с вами находиться это же прекрасно ваша жизнь от этого расцветает вы идете и знаете что никто не собирается вонзить вам нож в спину и когда обсуждал это недавно с одним молодым человеком я ему говорил представь себе что ты собираешь поставить на ноги большие важные дела ты пытаешься раскрутить какой-то проект и у тебя есть человек который лучше всех понимает здесь какую-то специальную часть ну вот что-то такое узко специализированное ты в этом не соображаешь а он соображает хорошо и вся надежда на него и ты думаешь ну хоть бы у него все классно получилось хоть бы у него все классно получилось но при этом ты не отдаешь себе отчет что ты его давным-давно бесишь что он ненавидит тебя что ты его извел что ты его достал что он изо всех сил хочет чтобы ты как в кавказской пленнице говорилось про птичку которая упала на самое дно самого глубокого ущелья и вот он хочет про тебя дону для тебя чтоб ты упал на самое дно самого глубокого ущелья а ты говорю ему этому молодому человеку а ты этого не знаешь ты его отправил чтобы он тебе какие-то важные штуки сделал от которых весь твой бизнес зависит и думаешь ну хоть бы получилось хоть бы получилось а он специально все это навернет и посмеется с того как сильно ты попал на деньги а ему от этого ничего он преступления не совершал никакие да просто это был риск такой бизнес риск и ты на него надеялся он все сделал чтоб ты обрушился и все говорю как тебе жить в такой среде когда ты не знаешь что вот такое кругом происходит он говорит ну да да конечно очень не хотелось бы так вот для того чтобы такое не происходило вам нужно постоянно наблюдать как чувствуют себя люди рядом с вами их настроение рядом с вами должно быть благополучным и да прямо вот со всеми людьми которые нормально себя ведут это у вас привычка такая должна быть все время отслеживать их уровень эмоционального состояния потому что это выгодно для вас как-то думаю об этом и так много хочется передать но поскольку меня выматывают дела и я очень уставший то просто немного заканчиваются слова но это так важно и никто не может это никак осознать кричишь уже людям об этом но знаете у людей без грамотного мышления вообще очень все плохо с восприятием потому что вот не дадут аж несколько знакомых соврать что на днях обращался ко мне человек с одним делом касательно бизнеса и у него нет знакомых которые смогли бы то что ему нужно и тот к кому он обратился тоже не может то что ему нужно при этом сам этот человек он сам тоже не умеет сделать то что ему нужно наладить бизнес как ему нужно при этом он не считает что у него какие-то проблемы есть у него все хорошо он оптимистично себя чувствует а про меня ему сказали что я могу сделать то что ему нужно но он со мной общается он вообще никакой даже но он спрашивает а зачем мы вообще разговариваем какой мне вообще зачем мне это то есть он не видит что у него проблема и точно так же когда людям говоришь что вот смотри в комнате люди от тебя напрягаются на работе люди от тебя напрягаются девушка твоя от тебя напрягается у тебя от этого жизнь разрушится все будут тебя не любить а человек живет он не видит никакую проблему у себя у него все нормально ну вот ему кажется что все нормально ну просто они плохие просто она плохая просто хорошо давайте мыслить продуктивно давайте так все плохие все 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 плохие но вам нужно добиться успеха нужно или не нужно нужно хорошо а что если все плохие но так надо научиться из плохих выжимать понимаете вот если они плохие и не станут хорошими но нужно из них выжать пользу какую-то правильно так вот люди поворачиваются к вам полезной какой-то гранью когда вы с ними аккуратно обращаетесь когда у них в вашем присутствии хорошее настроение а люди ну вот я просто вспоминаю эти кадры постоянно когда занимаешься с человеком общим каким-то делом и нужен постоянный фидбэк какой-то и ты поворачиваешься на человека а он на тебя не реагирует и ты каждый раз должен спрашивать звать его по имени заглядывать ему в глаза напрягаться и потом ты говоришь ну послушай дорогой ну вот я же не общаюсь так с тобой ну всегда когда тебе что-то нужно тебе стоит одно слово сказать стоит повернуться ну я всегда слушаю тебя я внимателен я всегда говорю так чтобы ты меня слышал я всегда слежу кто в помещении со мной ну если я кому-то нужен да я стараюсь всегда это отслеживать а ты сидишь и не обращаешь внимание я никогда не понимаю ты вообще участвуешь или нет вот мы тут в коллективе разговариваем а ты это вообще слышишь или нет воспринимаешь или нет чем ты занимаешься сейчас за компьютером я не понимаю и человек говорит я всегда с вами если бы я там что-то был не с вами я бы сказал и смотришь на него ну ты это к чему сейчас говоришь чтобы я отсох типа ты один раз сказал на всю жизнь что когда ты сидишь втыкнув сам себе в компьютер и не реагируешь вообще на коллектив типа мы должны принять для себя что это ты всегда с нами что ты в курсе ситуации да ну так не работает потому что буквально два дня назад в точно такой же ситуации ты сидел 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 потом подорвался до потолка и говоришь а а что а где а что происходит у меня не так а я не знаю а а что а где но тем не менее не следит за ситуацией не не дает фидбэк не ну вот вот так у человека устроено то есть он сидит и я ему донес этот принцип я говорю понимаешь ты сидишь посреди коллектива отрешился сам себе на своей волне и тебе нормально тебя устраивает это неуважение это неуважение к людям которые в одном с тобой помещении я думаю ну всяким хипстером мажорненьким не зайдет такое сравнение но люди которые немножечко живут потруднее и интересуются всякими нехорошими сторонами жизни им я думаю хорошо представиться как арестанты в камерах заключения себя ведут и как они общаются если человек будет сидеть и игнорировать что люди к нему обращаются там ему в этой камере быстро так объяснят что он на всю жизнь понимать будет и люди которые побывали в местах лишения свободы они очень вежливые очень вежливые и с ними очень легко общаться если какой-то хипстер не может научиться софт скиллам на работе вот этим так называемым софт скиллам которые у нормальных людей просто вежливость и этикет то такого хипстера нужно посадить в тюрьму пусть он по продает спайс побудет курьером каким-нибудь сядет в тюрьму выйдет оттуда он про вежливость будет знать все у него будет несколько ребер сломано челюсть возможно но ну хотя ну ладно в общем мы не будем уходить в душевное состояние лиц с тонкой собственно душевной организации но да такие места очень очень круто учат софт скиллам но и вот это ужасно когда человек сидит и ему нормально он не считает что у него какая-то проблема в жизни есть если какие-то люди напрягаются не понимают что он с ними постоянно каждый день да они не понимают по его виду то это их проблема это у них проблема это они должны исправиться я-то типа знаю что я с вами и вот эта неспособность выйти из своей раковины и понять что ты раздражаешь других людей и это тебе не выгодно что твоя жизнь станет плохой от того что ты вот такой сидишь да ты неприятен людям еще раз говорю давайте мыслить продуктивно все уроды вообще все уроды но вам нужно на них заработать так вот чтобы заработать на уродах нужно их умасливать да на самом деле я не считаю всех людей уродами но возьмем так по минимуму допустим все уроды я считаю что есть очень много хороших людей но некоторые вообще не имеют к сожалению никаких представлений о том как устроено общение и когда им говоришь что ну послушай ну так же не работает так неприятно то сразу срабатывает то о чем я говорил в предыдущем видео так это потому что что ну а разве а как но я думал что вот так и все и короче я прав все нормально это я делаю потому что а как иначе то и значит если мне трудно с тобой общаться то я должен заткнуться идти в жопу да прекрасно вообще но это мы уже обсудили в прошлом видео ребят еще раз еще раз и еще раз вы должны радовать людей в помещении потому что вам это выгодно потому что когда люди вас любят и уважают и с удовольствием жмут вам руку у вас никогда не настанут совсем плохие времена может быть так что где-то вы более успешны где-то менее успешны но всегда будут люди которые окажут вам поддержку которые захотят помочь вам не бросят вас в трудную минуту если она настанет вам будет весело у вас будут друзья у вас будет любимая половинка которая вас тоже будет любить в общем все срастется прекрасно я вам этого и желаю у меня к счастью с этим уже давно все хорошо вот уже много лет мне совсем не нужно страдать от одиночества потому что есть много людей с которыми я общаюсь которые понимают что такое хорошее общение и ты с ними общаешься хорошо и они с тобой общаются хорошо от этого чувствуешь себя заполненным таким то есть некий такой круг ну сколько-то таких друзей с которыми нормально можно пообщаться вот у меня есть я чувствую себя хорошо но при этом не останавливаюсь и когда как раз я об этом недавно разговаривал с кем-то и приводил в пример что когда гости от меня выходят я всегда думаю о том чтобы дверь закрывать тихонечко аккуратно потому что если человек уходит от тебя ты вроде бы ему улыбался он уходит а ты дверь бабах громко закрыл за ним ну кажется что захлопнули типа вали отсюда ну как-то конечно может человек сразу прямо так не подумает но как-то странно все равно когда ты выходишь за тобой громко хлопнули дверью а когда закрываешь дверь бывает сквозняк какой-то там где-то окно открыто и поэтому я всегда внимательно слежу аккуратненько закрываю чтобы и здесь человек хорошо себя чувствовал и когда вы вот так все время настроены то да и друзья и любимая половинка все складывается давайте будем думать если не просто так о чувствах других то хотя бы о своей выгоде делайте нахождение других людей в одном помещении с вами приятным потому что вам это выгодно с вами был торвальд пока пока пока